Людмила Гусева хочет переехать подальше от неблагодарных детей. Для этого они должны выкупить ее долю в квартире. Сестры еще не знают, для чего пожилая мать пригласила их. Но у них накопилось много претензий к ней и друг к другу. Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем регулировать конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором данной встречи является Людмила Владимировна. Пожалуйста, вам слово. Что бы вы хотели обсудить с Галиной Сергеевной и Натальей Сергеевной? Я так понимаю, дочери ваши, да? Да. Пожалуйста, Людмила Владимировна, я вас слушаю. Здравствуйте, Дмитрий. Значит, вот старшая Галина, младшая Наталья. Дело в том, что я всю свою жизнь поднимала дочек одна. И всю свою жизнь положила на то, чтобы их вырастить. И помогать им. И мне казалось, что я вот все отдала, что только могла. А теперь на старости лет я узнаю, что я дочкам своим не нужна. Да, к сожалению, вот так получилось, что я прочитала их переписку и узнала о том, что вот одна и другая спихивают меня друг к другу. И мне просто нет где, получается, даже жить. Поэтому я хочу сегодня решить свой квартирный вопрос по справедливости. Чтобы и им не мешать, и иметь какой-то свой собственный угол. У нас квартира трехкомнатная в Екатеринбурге, в центре Екатеринбурга. Где мы ее приватизировали, эту квартиру, и приватизировали на троих, на меня и двух дочерей. Мой муж уже в этой приватизации не участвовал, потому что он уже тогда ушел к другой женщине и выписался из квартиры. То есть у вас у каждой по одной трети доли. По одной трети, да. Так. Вот. Когда старшая Галина закончила школу, она уехала в Москву. Там она поступила в институт, закончила институт, нашла себе работу, вышла замуж, родила друг за другом двоих дочек. Но с мужем они развелись, и она в результате взяла ипотеку на двухкомнатную квартиру. И, конечно же, ей было тяжело. Она позвала меня ей помогать, чтобы растить этих дочек. И в результате что? Она вприглась в работу, ей надо было выплачивать ипотеку. И я, конечно же, ей помогала все эти годы. Уже примерно где-то 10 лет вот так мы с ней живем. И мне казалось, что мы живем большой одной дружной семьей. В Москве вы со старшей дочерью жили? В Москве, да. Пока вот дочки, что называется, не подросли. И вот бабушка стала... И потом как-то не стала нужна уже, да? Бабушка стала мешать, конечно. Я говорила, что... А в трехкомнатной квартире в Екатеринбурге кто в это время жил? В нашей квартире, значит, тогда жила Наташа, ей было 23 года. Потом через некоторое время, лет через пять, она тоже вышла замуж. И тоже родила погодок. Только мальчиков. Вот. Сейчас им 6,5 лет. И вот они там с мужем как раз и живут в трехкомнатной квартире. И я долго думала на этот счет, что же делать? Как же поступить? И у меня вот такое предложение. Вот сейчас стоимость нашей квартиры в Екатеринбурге 7 миллионов 100 тысяч рублей. Я узнавала у риэлтора. Моя, получается, доля там 2 миллиона. Я предлагаю решить это дело так. Квартира трехкомнатная, да? Трехкомнатная, да. В центре города. Значит, Галина свою долю дарит Наталье. А Наталья выкупает у меня мою долю. И я на эти деньги, на 2 миллиона, покупаю, во-первых, домик за миллион в деревне. И делаю там ремонт на второй миллион. Потому что, ну, конечно, в этой деревне уже все заброшено. Там осталось всего 4 двора. Но я в этой деревне выросла. Там прошло мое детство. И я уж как-нибудь доживу свой век. Да то не буду мешать своим дочерям. Не договаривай, никому ты не мешаешь. Это все выдумки. А вот что про переписку, Людмила Владимировна? Вы говорите, что переписку нашей... Почему вы так вообще решили экстренно решать вопрос жилья? Я сейчас расскажу, Дмитрий. Значит, смотрите, я как-то взяла ноутбук младшей внучке. Хотела просто пообщаться со своими подружками из Екатеринбурга. Я просто давно с ними не общалась. И тут открылась как раз страница Галины. И где она с Натальей ругается, почем свет зря. Она спихивает меня друг к другу. И как раз вот об этом они и пишут. Что не нужна им мать. Не нужна. Ни Галине не нужна. Мам, ты неправильно поняла. Ни Натальи места тоже у нее для меня нет. Мама, это все не так. А что не так поняла маму в переписке? Мам, я тебе очень благодарна, что ты помогла мне и переехала ко мне, когда нужна помощь. Я тебе очень благодарна. Я тебя действительно люблю. И если бы, допустим, не твоя помощь в свое время, конечно, я бы не смогла, как сейчас, заниматься бизнесом, выплачивать ипотеку, растить детей. И на этом спасибо. Спасибо огромное. Но то, что, допустим, ты предлагаешь в каком-то доме, где нет элементарных условий воды, нет медицинской помощи, я считаю, этот вариант не подходит. Есть квартира в Екатеринбурге, трехкомнатная, твоя квартира. Конечно, успех не мама мне. Где сейчас живет ваша младшая сестра со своим мужем и с двумя детьми? Да, Наташа живет в Екатеринбурге с мужем, с двумя детьми. Трехкомнатная квартира в центре города. И там мамина доля в том числе. И мамина комната, где она выросла в этом городе. И много подруг, знакомых у нее остались. И я считаю, что как это в чужом каком-то месте находиться, когда у нее есть своя квартира. А позиция Наташи в отношении мамы мне тоже не нравится. Ее куда-то отправиться или еще в дом престарелых. То есть ваше видение ситуация, Галина, что мама должна просто вернуться в Екатеринбург и жить в той квартире, в которой она жила до того момента, как уехала к вам в Москву. Да, да. В своей комнате, где у нее есть одна треть. То есть никак не продавать ее вы не хотите? Я считаю, что нет. На мамин вариант не согласна? Нет. Вы считаете, что она не должна жить деревом? А у Натальи какое видение? Ну, во-первых, я тоже хочу извиниться перед мамой. Мы с Галей не думали, что, мам, ты видишь нашу переписку, дело было по-другому. Ты неправильно поняла. У меня просто личная претензия Гале, что ты столько лет маму использовала, она вырастила твоих детей, а сейчас мама стала не нужна, пускай едет в Екатеринбург. Это твое видение исключительно. Так и есть. Так и есть. Вот благодаря матери ты заработала на квартиру. Ты жила вообще спокойно. У меня тоже было двое детей, маленьких, один с заболеванием. А я к тебе не лезла ни с какими вопросами. Да, потому что я сидела с детьми, и мне нужна была мама. Тебя содержал муж, ты не работала. У нас денег не было, чтобы взять ипотеку. Иди работай, кто тебе мешает? Дети подросли. Сейчас я должна смотреть за ребенком. У него врожденные заболевания, у Арсения. Ты можешь научиться на бухгалтера. Нет, я должна сидеть дома, присматривать за ребенком. А вот сейчас как раз нелогично, или мама вернет свою квартиру, будет вам помогать с ребенком, вы сможете работать. И это ее угол. Я считаю, что это вообще нормально. Мама все же хочет переехать в деревню. Да. Вы считаете это вот правильно? Она нет большого желания жить в деревне, туда хочет переехать, от того, что считает, что вам не нужна. Нет, мама нужна. Нет, мама не очень нужна, но получается, что Галя ее выгоняет. Вы считаете, где должна жить мама? Как вариант, возможно, да. Пусть останется у Гали, но Галя она не нужна. Но вам в квартире она не нужна. Ну, значит, в доме престарел. Ну, то есть, получается, у мамы правильное видение ситуации. У мамы тоже должна быть хорошая, обеспеченная жизнь. У нас работает только муж. У нас двое маленьких детей, у одного заболевания. Я не думаю, что маме будет хорошо у нас в квартире. А где ей будет хорошо, Наташа? Вот ей где будет хорошо? Как вы считаете? У Гали. Там, где она помогала с детьми. Там, где у нее своя жизнь уже. Ты ни разу маме на протяжении всего времени ни копейки не дала на содержание. Ты ни разу. Откуда у меня деньги? Мама просит у меня 2 миллиона. Откуда у меня деньги? У нас только муж работает. Иди работай. Я не могу оставить ребенка. Они стоят очень дорого. То есть, мама вам не нужна, правильно я понимаю? Вы никому. А как мне вас понять? Ну, потому что в данном случае мама действительно уже по возрасту... Вы куда ее сейчас? Вот вы ей как... Она сейчас хочет 2 миллиона за свою долю. То, что ей принадлежит. Она с вас сверху ничего не просит. Ни ваших денег. Она говорит, я хочу продать свою долю. Ну, не жить в деревне. Непонятно, где... Где нет... Ваш вариант. Ну, я ей предстою. Что вы можете сейчас предложить маме? Квартиру Екатерингу. Будем с Галей оплачивать маме съемную квартиру. Нет, я не хочу жить у чужих людей. Да нет, конечно. Почему она должна жить на съемной квартире, если у нее есть, в принципе... Ну, что вы. Может быть, действительно, тогда в дом престарелых вы меня отправите? Тебе, Галя, только бы спихнуть маму куда-нибудь. А вам, Наташа, нет. Вы-то куда ее хотите спихнуть? То есть вам она в квартире? У нее есть доля, она не нужна. Ну, давай поможем маме, чтобы она купила дом, действительно, где и хорошо. Ну, вот кто-нибудь из вас, вы со собственницей, я так понимаю, этой квартиры. У вас там тоже одна треть. У вас одна треть. Моя часть есть. Вот сейчас вам, фактически, Людмила Владимировна говорит, я все равно свою долю буду продавать. Потому что у нее другого варианта нет, у дочерям она не нужна, ей нужно где-то жить. Ну, я, допустим, Наталье предложила, пусть она мою долю выкупит, пожалуйста. Может быть, ты мне подаришь свою долю, как мама предлагала. А почему должна, кстати, Людмила Владимировна Галина, почему должна Наташа? Вы просто попросили вам 2 миллиона выплатить, но почему Галина должна подарить долю Наталье? Ну, потому что у Галины, получается, все-таки московская двухкомнатная квартира. Ну, она в ипотеке, это еще выплачивать надо. А как раз моя доля, моя доля в этой квартире, в Екатеринбурге. Моя доля мне понадобится. Почему я должна тебе ее дарить? Ты палец о палец не делал в отношении матери за эти годы, ни разу. Да о чем тебе все можно говорить, если ты... А я ее содержала. С маминой долей что делать будем? Она вам сейчас, как со собственницем, у вас есть преимущественное право покупки, она вам предлагает свою долю за 2 миллиона рублей. На самом деле, в трехкомнатной квартире доля действительно стоит чуть дешевле, чем вот если просто стоимость квартиры разделить на 3. Но поскольку в трехкомнатной квартире ваша доля выделяется как отдельная комната, она стоит даже больше 2 миллиона. Сейчас мама предлагает вам рыночную стоимость за свою долю. У вас есть право покупки, как у первых, так сказать. Вы готовы выплатить ей 2 миллиона рублей? Знаете, нет. Я считаю, что есть такой вариант. Кто-то из вас может купить эту долю? У меня есть другой вариант. Какой? Продать квартиру маме 2 миллиона, мне 2 миллиона и Наталье 300. Я не согласна. 300? А что ты не согласна? У меня квартира в центре. И что? А ты мне предлагаешь съехать на окраину. Ну, во-первых, это будет справедливо. За 3 миллиона я в центре квартиру не куплю. Мне 2. А тебе вообще 3. Ты даже больше, просто по твоей доле. Я в центре квартиру не куплю, на окраине я жизнь не буду. Нет, нормально. Это все для себя. Ну, сейчас, Наталья, безусловно, удобнее жить в квартире. И мне там всего 1-3, но пользоваться единоличной семьей всей квартиры. Конечно, ей удобно. Зачем ей продавать квартиру? Я считаю, что это несправедливо. Я ничего... Вы считаете, что нужно просто продать квартиру и все? Ничего такого нет. У меня практически на улице. Причем здесь на окраину. Что значит? На окраину. У меня двое детей. Вы понимаете, что если сейчас Людмила Владимировна не продаст долю вам, если вы ее не выкупите, она продаст ее другим людям. У кого нет возможности купить целую квартиру, и у вас квартира превратится в коммуналку. Просто кто-то будет жить, незнакомые вам люди, в одной комнате. Как-то об этом не задумывались. Наталья. Я могу дать маме 1 миллион. 2 миллиона у меня нет. 1 миллион. Галина. Я считаю, что нужно продавать просто квартиру и все. И будет маме на дом. Моя доля, моя часть сохранится. Мне нужно погаршать еще ипотеку. Почему я должна тебе что-то дарить? Вообще жилья нет. Что значит нет? У тебя будет жилье. Ну, со своим жильем. Вы, девушки, уже взрослые. И давно пора уже стать самостоятельными. И не использовать здесь маму. Далее в программе. Какий закон чепушил от этой тупорылы? Я сюда пришел только потому, что... Значит так, еще одно слово с вашей стороны. И у вас будет уголовное дело. Зависимость от азартных игр довела мужчину до психушки. А его семью до нищеты. Но должна ли жена игрока возвращать его карточные долги? Мужчинам же важно только получить одно. А потом уже не важно. Не надо было прыгать в койку к моему отцу. Молодая женщина пригласила свою подругу детства для серьезного разговора. Какую тайну она готова открыть сегодня? Почему не рассказывала об этом раньше? Я предлагаю такой вариант. Наталья сказала, что миллион может найти. Да? Да. Я думаю, что в принципе для Галины... Для Галины это тоже не составляет большой сложности. Найти один миллион рублей. Не такие уж сейчас большие деньги по нынешним временам. Вы долю мамы делите пополам. То есть вы даете ей 2 миллиона по миллиону с каждой. И ее долю делите пополам. Вы становитесь собственницей половины квартиры. И у вас половина квартира. А дальше уже со своими долями вы разберетесь сами. Ну, я согласна. Будете вы друг дружке их выкупать. Или там продавать кому-то еще. Вот сами разберете. Сейчас маме... Хватит уже использовать маму. Вариант хороший. В своих интересах. Чьих она детей. Уже всех внуков вырастила. Ваш жильем обеспечила. Сейчас маме пойдите навстречу. Вы плачиваете ей 2 миллиона рублей. Покупаете ее долю. Вариант хороший, правда. Даже мысли не было. Людмила Владимировна. Да, я согласна. Потому что мне главное, чтобы у моих дочек были квартиры. Чтобы у них были свои квартиры. Это самое главное. Ну, вот пусть они будут в равных долях со собственницами. Потому что я так понимаю, что они сами не могут разобраться, у кого какая доля большая. Кому что положено. Это уже они сами самостоятельно разберутся. Договорятся. То есть на этот вариант согласны. Свою долю им по равным частям продаете. За 2 миллиона рублей покупаете свой дом. Да, я согласна. Все, все согласны. Да, я согласна. Тогда оформляйте сделку. И очень рад, что вы договорились. Всего доброго. Спасибо. Ну, мне, конечно же, было очень обидно узнать, что моим девочкам я на старости лет стала совсем не нужна. Я считаю, Наталья очень плохо по отношению к матери поступает. Это я плохо поступаю. Мать 10 лет воспитывала Галкиных детей, а я плохо поступаю. Эти люди пришли, чтобы договориться. В тюрьму я не хочу. Но обиды плюс темперамент... Такая, блядь, сволочь такая. Там правда, значит, оказывается. Все из-за тебя, из-за твоей любовницы. Ничего. Дмитрий Агрис и не таких мирил. Выпейте воды. Лучше вы, конечно, не воды, чем богатые. Смотрите «Мировое соглашение». С вами приятное медиа. С вами тоже. На нашем телеканале. Диана Савельева три года держала в секрете имя мужчины, от которого родила своего ребенка. Теперь ей нужна помощь, чтобы установить отцовство. Алла Волкова не догадывается, о чем пойдет разговор. Она уверена, что знает о своей однокласснице абсолютно все. Пожалуйста, Диана, вам слово. Что бы вы сегодня хотели с Аллой обсудить? Дмитрий, здравствуйте. Я решилась на сложный разговор со своей подругой Аллой. Я пыталась найти подходящий момент, чтобы ей все рассказать и признаться, что четыре года назад я переспала с ее отцом и родила от него сына Владимира. Что? Что ты несешь? Что за чушь? Алла, подожди, я отвечу на все твои вопросы. Я постараюсь все объяснить. Дмитрий, дело в том, что мы с Аллой дружим еще со школы, с пятого класса. Я очень хорошо знала ее родителей. Постоянно бывала в гостях, пока была у нее жива еще мама. Алла Васильевна, она умерла, когда Алле было 15 лет. А после этого отец стал менять женщин, как перчатки. На тот момент, Алла, ты помнишь, я всегда поддерживала тебя. После мы с Аллой поступили в один университет, а преддипломную практику проходили на предприятии ее отца Юрия Дмитриевича. Я осталась там у него работать, а Алла уже ушла в другое место, потому что ей не нравилось поведение отца, видеть сегодня одна девушка, завтра другая. Он стал ухаживать за мной. Я обомлела от того, что он мне говорил, что всегда хотел и ждал, когда же я повзрослею, и готов выйти, взять меня в жены хоть завтра. Так я и оказалась с ним в одной постели. По злой иронии судьбы, одного раза хватило, что я забеременела. Аборты я сделать не стала, потому что боялась, а вдруг я не смогу родить потом. Юрий сразу понял, что он виновник моего интересного положения. Предлагал, чтобы я не рушила его семью молчать, не скандалить, и тогда он сможет меня обеспечить. А вы говорите, одного раза хватило. То есть ваши отношения в дальнейшем с Юрием Дмитриевичем не сложились? Нет. То есть слова-то он вам говорил приятные, но не такие искренние, да? Ну да. Поматросили и бросили, знаете. Мужчинам же важно только получить одно, а потом уже не важно. Не надо было прыгать в койку к моему отцу. Ну, не всем мужчинам, и не только мужчинам. Иногда и женщинам нужны определенные цели, они себе ставят. Так что не надо обобщать. Ну ладно, хорошо, как получилось, так получилось. Но у вас родился... Сын Вова. Сын Вова, так. А сколько сейчас Вове лет? Три года. Три года, угу. То есть вот до того, пока я ждала его рождения, Юрий снял мне отдельную квартиру, привозил продукты, отправлял деньги на нужды. То есть поддерживал вас, да? Поддерживал, да. А когда уже Вова родился, он стал приезжать почаще, видеться, с ним играть. У меня вот тоже есть фотографии, которые мы делали. На тот момент, когда уже был Вова, у него была постоянная любовница Анжела. И, как Юра мне говорил, это были отношения по расчету, потому что это дочка его бизнес-партнера. И Юра подтверждал при жизни факт отцовства. Он мне говорил, что когда он построит сам один компанию, без ненужных ему партнеров, он подаст заявление на установление факта отцовства. А Юрий Дмитриевич? Скончался? Скончался. У Юры случился обширный инфаркт, когда он отмечал сделку какую-то удачную с бизнес-партнерами. И, соответственно, мой сын стал сиротой. Ал, Вова, твой кровный брат. И чтобы это подтвердить, мне необходимо твое согласие на экспертизу ДНК. Для чего? Чтобы было больше шансов выиграть суд по установлению отцовства. И Вова ходил с фамилией... Вы хотите сейчас установить отцовство Юрия Дмитриевича в отношении Вовы, да? Да. Что он отец. Вы хотите сейчас в суд подать это заявление? Да. И просите добровольно Аллу сдать анализы на тест ДНК. Все верно. Установили, да, факт отцовства. И я хотя бы могла получать пенсию по потере кормильца. Угу. Ну, я так понимаю, еще и наследство есть, да, какое-то? И Вова тогда будет, соответственно, наследником наравне с Аллой. Конечно. В этом тоже есть определенные интересы. Я не отрицаю. Она хочет как наследника забрать себе половину. Ты все эти годы обманывала меня на вопрос, что отец ребенка говорил, да он женатый человек, просил не ломать его семью, помогал вам финансово. По-моему, тогда тебя все устраивало. Разве я не права? Алл, по-моему, я понимала, как тебе было сложно. Ну, по-моему, все так и было, она просто не сказала, кто отец. Я не понимаю, зачем мне помогать тебе. Я не понимаю этого. Чтобы ты как мать наследника забрала себе часть, я не знаю. Я сейчас законная наследница, единственная. А вы единственная, да? Еще Анжела претендует на это наследство, потому что она была на полном иждивении твоего отца. Анжела это вот постоянная любовница. И сейчас его любовница, да, у которых были у них длительные отношения, и она может это подтвердить. Она взяла адвоката, который никогда не проигрывает в своих делах. И, соответственно, если мы с тобой объединимся, мы с тобой подруги, ты это не забывай. Мы сможем ее убрать из наследства и поделить с тобой равноправно между Вовой и тобой наследство. Это нелогично. Так я буду тебе легче делиться с одной Анжелой, а так и с тобой, и с Анжелой, с твоим сыном. Она тебе просто вот... Женщина, которая пришла, а я тебя никогда не обману. Ты сейчас говори про себя, не надо остальных включать наш разговор. Ну, девочки, давайте немножко отвлечемся от эмоций. Да, хорошо. Мне бы хотелось юридическую сторону вопроса уточнить. Алла, вы кровная родственница, а вы одна наследница. Не было братьев и сестер, родителей у бабушки и дедушки живы, нет? Еще кто-то есть из вот кровных родственников, наследники? Я был единственным ребенком в семье. Его родителей давно нет в живых. Получается, что я единственная кровная наследница. Да, да. Анжела тоже претендует, я так понимаю, как иждивенка. Да. А сколько лет Анжеле? Ну, примерно моего возраста. То есть она еще не подавала заявление в суд? Она уже этим занимается. Занимается. То есть адвоката она себе уже наняла. А она... Просто у нас иждивенцы, прям в статье 1142 Гражданского кодекса, там в черном по белому написано, что иждивенцы могут претендовать на наследство наравне с кругом наследников, но если они последний год проживали с наследодателем, возможно, Анжела вместе с ним проживала, если они являются нетрудоспособными. Но она у него находилась на полном иждивении. А она должна быть для этого нетрудоспособная. То есть она должна либо по возрасту быть нетрудоспособной, либо у нее должна быть группа инвалидности установлена. У нее что-то есть из этого? Кроме адвоката, который никогда не проигрывал в судах. Насчет таких факторов... Вы знаете вообще Анжелу, Алла? Она вам известна, вы как бы с ней... Знаю, и поэтому все, что вы сейчас озвучили, я не понимаю, почему я должна делить свое имущество, которое мне достается. Я про то, что у Анжелы... Я ее не видела. Вряд ли получится обсудить что-то из этого наследства, если она трудоспособная. Вы говорите, она молодая, ваша ровесница. Просто нашим преимуществом является то, что Анжела не знает то, что у Юры есть сын. И поэтому мы, если объединимся с Аллой и сможем все наши плюсы, чтобы были на нашей стороне, мы просто ее отгородим, и она ничего не получит. Далее в программе. Я сюда пришел только потому, что... Еще одно слово. С вашей страны, и у вас будет уголовное дело. Зависимость от азартных игр довела мужчину до психушки, а его семью до нищеты. Но должна ли жена игрока возвращать его карточные долги? Ну, в любом случае, хорошо, с Анжелой пока вопрос отложим. Здесь у нас вопрос с Вовой. В любом случае, я так понимаю, Диана настроена серьезно, пойдет в суд устанавливать отцовство. Да. Поскольку отца сейчас нет в живых, суд будет это делать на основании переписки, фотографий, перевода денежных средств. То есть суду нужно понять, действительно ли при своей жизни Юрий Дмитриевич признавал Вову как своего ребенка. Безусловно, одно из основных доказательств по этим делам является тест ДНК. Если есть родственники близкие, соответственно, они сдают тест, и подтверждается отцовство, это еще легче делается. Но, безусловно, вас никто не заставит это делать насильно. Это может сделать человек только в добровольном порядке. Но есть другой вариант. Если суду будет недостаточный доказательств других, есть ведь процедура эксгумации тела, это тоже нельзя исключать. Может суд и такое постановление вынести. Опять же, я так понимаю, поскольку вскрытие происходило, производилось в отношении Юрия Дмитриевича, сейчас у нас после вскрытия хранится материал ДНК в течение трех лет. Его можно в любую лабораторию попросить направить, и все равно произведут этот тест. Ну да, там есть определенное оборудование сложнее, только в крупных городах есть такие лаборатории, все-таки материал в формале не находится, но это уже детали. В любом случае, у Дианы есть все инструменты для того, что если действительно Вова сын Юрий Дмитриевич, то это будет установлено. Просто сейчас затягивать этот процесс, мне кажется, нет смысла. Просто вам нужно принять тот факт, что у вас есть брат трехлетний, который, в принципе-то, ну, ребенок. Да? Ты не посмеешь требовать эксгумации тела моего отца. Я недавно это не согласен никогда. Так она как раз и не хочет, да. Она как раз хочет, чтобы вы добровольно просто взяли этот вопрос быстренько закрыли, чтобы никому не причинять боль в этой ситуации. Просто без твоего согласия, если ты добровольно не захочешь... Потому что другого пути у Дианы не будет, понимаете? Ну, как бы есть Вова, да? Скорее всего, там, 99%, я так понимаю, из этой ситуации, что это ваш брат. Я понимаю, что для вас сейчас это шокирующая информация, но, по сути, мне кажется, вам... Ну, тем более, Диана, ваша подруга. Да, такая ситуация произошла, но она в том числе, не говоря вам о том, кто отец ребенка, и ваши чувства щадила, потому что ваш отец попросил ее об этом, который тоже беспокоился о вашем состоянии, о ваших эмоциях. Ну, так бывает. Так бывает. Это жизнь. Такая интересная она штука. Прости меня. Ладно, хорошо, я соглашусь на проведение добровольного теста НК. Угу. Так хотя бы наследство моего отца останется в руках его кровных наследников, а не какой-то там силиконовой сожительницы. Безусловно. Так будет лучше. Ну, тем более, все-таки Диана вам не чужой человек. Это только родятся, чтобы он спал спокойно и все-таки удостовериться, что вообще такое имеет место быть. Это все невыдумка. Да. Прости, пожалуйста, меня. Я пыталась сказать, но все так закрутилось, и... Ну, мне кажется, мы сейчас решили здесь очень важный вопрос о том, что мы не будем затягивать дело с ДНК-тестом, а уж поговорить о том, как под... Ну, поговорить как подруге о том, почему кто так поступил, я думаю, что вы сможете уже без моей помощи. Мне не нужны ее изменения. Ну, Алла, не отторгайте. Близкий вам человек, мама вашего брата. В следующий раз будешь думать, прежде чем совершать такое, и все эти годы скрывать от меня этого добавок. Ну, я думаю, что со временем изменится эта позиция. Ну, в любом случае, я рад, что вы договорились. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Стороны договорились. Я довольна то, что мы с Алла пришли к мирному соглашению, потому что я очень хочу, чтобы у Вовы была фамилия отца. Все это время я думала, что у меня есть близкие люди. Оказалось, что это вовсе не так. Пускай проводят свои экспертизы. Может быть, у меня вовсе и нет никого брата. Я уже ничему не удивлюсь. Здесь Дмитрий Агрис без мантии. Ну, и что делать будем? Бесплатная юридическая консультация. Обиды, измены – это отдельно. Уголовное судопроизводство – отдельно. И шокирующее откровение сторон. Ну, мы выпили, хоба, не успели оглянуться, и мы в койке. Ничего не было такого, ему приснилось. Полезно и захватывающе. Мало? Миллион. Полтора миллиона, полтора миллиона только заткнись. Это мировое соглашение. То, что прозвучало за этим столом, останется за этим столом. На нашем телеканале. Роман Пругин желает получить деньги, которые одалживал своему приятелю. Иначе готов обратиться в суд с долговыми расписками. У Евгении Левтиной нет денег. Муж проиграл все семейные средства и лег на лечение в психиатрическую клинику. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать конфликтную ситуацию, которая произошла между вами. Инициатором встречи является Роман Анатольевич. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Я бы здесь хотел договориться с Женей, жена моего знакомого Гриши Левитина. Наедине она встречаться со мной не хочет, чего-то боится. Поэтому решили встретиться здесь. Суть проблемы в том, что Гриша задолжал мне 3 миллиона рублей. Вот здесь есть все расписки. И по распискам в течение месяца он мне должен отдать все деньги. Прошло уже 3 месяца. Деньги никто не вернул. Мало того, что деньги... Можно я ознакомлюсь? Да, конечно. Там все подписано, все правильно юридически сделано. Суть в том, что он лег в психушку и не отвечает на мои звонки. Я не могу никак найти его, чтобы с ним встретиться, обсудить наши долги. Но, к счастью, у него есть жена, дети. Соответственно, тоже муж, жена, одна сатана. Я пригласил ее здесь встретиться. Суть моего предложения в том, что по распискам 3 миллиона рублей я мог пойти сейчас в суд, получить их и сделать графологическую экспертизу. Но, войдя в ваше положение, в вашей семье, муж дурачок, ты тоже так себе. Я готов вам скидку сделать 500 тысяч. Вы вернете мне 2,5 миллиона в течение месяца. Тему закроем, обнимемся, поплачиваем вместе и забудем все претензии. Угу. Значит, требуете не 3, а 2,5. Да, я делаю скидку. Скажите, пожалуйста, Роман Анатольевич, а как так получилось? Я посмотрю по датам расписок, да? Значит, получается, Григорий взял у вас 22 октября 2 займа, 23 октября и 24. Ну, соответственно, этот товарищ пришел к нам и в течение трех дней продолжал игру. Мы просили его остановиться. Игру? Игру. Какой игру? Это карточный долг. Это карточный долг? Мы проводили игру, карты. Так как деньги у него с собой не было, он просил у меня. И составляли расписку. Игра шла честно, там были свидетели. Он был в здравом уме, никаких проблем не было. Соответственно, я не вижу никаких вопросов. Здесь написано на 3 миллионов. Я требую 2,5. Роман, ты не получишь этих денег. Вот я 100 тысяч тебе предлагаю, я могу отдать тебе 100 тысяч. А тех денег, которые ты хочешь, ты не получишь. Во-первых, у нас их нет. Во-вторых, если бы даже и были, я бы нашла бы прекрасно, куда их потратить. И ты прекрасно знал, что муж мой нездоровый человек, Дмитрий. Вы знаете, мой муж страдает лудоманией. Это такое кратковременное психическое расстройство. И вот у меня есть также справка из медучреждения о том, что он на самом деле нуждается в медицинской помощи. И ничего он не симулирует и не скрывается. И этим расстройством он страдает с юности. У него сейчас он в состоянии реактивного психоза. Он на госпитализации сейчас, да? Да, ему требуется помощь в медицинской помощи. В психиатрической клинике, да, находится? Сейчас он в больнице? В больнице, да. Поэтому вот я вместо него пришла договориться и предлагаю Роману 100 тысяч. Давно играет-то? Играет он с юности. У него специфическое расстройство, которое именно заключается в том, что человеку необходим финансовый выигрыш. В казино, в карты. И Роман прекрасно об этом знал. Он его специально подбил. Он прекрасно знал, что когда-то давным-давно мой муж даже проиграл квартиру. До тех пор, пока до 2009 года не закрыли казино еще в нашей стране. Я даже хотела развестись из-за этого. А что у вас за место? Где играли-то? Да это обычная квартира, где иногда встречаются люди, у которых есть какие-то интересы. Да-да, подпольная конспиративная квартира, которую вы скрываете. Это аферист. Аферист и мошенник. И кидала. Который наживается на чужом несчастье. У Гриши вообще, кстати, недавно умерла мама. И как нам психолог объяснил, что именно это и послужило триггером к тому, что он снова начал играть. У него включился режим лудомана. А, то есть был какой-то период, когда он не играл, да? Да, он не поклялся забезать. И произошел какой-то триггер, смерть мамы, и он опять начал играть. Да-да, он ходит раз в неделю к психологу. Мама, кстати, оставила ему наследство. Два миллиона. Втихаря он его перевел себе на карту. Ну, я даже не знала, что он снова начал играть. Я-то думала, все под контролем. Взяла детей, уехала к сестре в другой город. И тут Гриша втихаря с помощью этого вот гада-мошенника кидала. Играли там, вот если посмотрите, вот три этих дня подряд. Они играли днями, ночами, без еды, без отдыха, без сна. Трое суток. Да ужас, что! И, кстати говоря, Роман давал моему мужу Грише всего лишь 100 тысяч рублей. Дальше Гриша проиграл все наследство, проиграл все эти 100 тысяч, понял, что я приеду, узнаю обо всем, устрою скандал. И решил отыграться. И дальше он просто писал расписки, никаких денег в глаза не видел, в руках не держал. Поэтому я считаю, что этот долг какой-то левый, мифический, ничего отдавать и признавать не собираюсь. И, кстати, не надо дружков своих подсылать, этих бандюганов. Дмитрий, вы представляете, у меня двое детей, 8 и 10 лет. Так что придумал вот этот мошенник? Он подсылает дружков своих коллекторов, и они нас с детьми пытаются запугать. Стучат в двери, поджидают нас у подъезда. Детей моих пугают. Ну меня тебе не запугать, Рома! Вот на свои 100 тысяч и исчезни с горизонта. И на это мы порешим. Ты что, вообще охренела? Какие 100 тысяч? 100 тысяч мне вообще здесь не надо. Я пришел в 2,5 миллиона. Давайте без официальной лексики. Роман Анатольевич, держите себя в руках. Вы в полицию-то обращались по поводу угроз? Ну, ты у них в голове угроза. Вот я как раз об этом думаю. В голове у тебя угроза, потому что ты больная букашка. Возвращая деньги, то есть деньги на средства, Григорий, по этим расфизкам, он их не получал. Как можно? Когда вы, например, приходите в казино, покупаете фишки, вы фишки проигрываете, вам деньги потом никто не возвращает. То есть денег по этим расфизкам нету? Деньги, это был карточный долг. Это он занимает долг. Я говорю, прошу у тебя одолжить, Роман, 100 тысяч. Я говорю, я тебе дам эти деньги. Он говорит, я хочу в карты играть. Я говорю, не надо в карты играть, это плохо. Я говорю, зачем ты так делаешь? Он говорит, ну, хочу играть. Он даже не со мной играл в карты, понимаете? Деньги просто просил, я сидел, как друг его. И он просил эти деньги, я не мог ему просто так дать деньги. Игра карточная, незаконная. Вы попытались долг Григория оформить расписками. Вот у меня вопрос. Деньги по этим распискам вообще он в руках держал. 100 тысяч было. Его было 100 тысяч. Потом ему передавали опять эти 100 тысяч. Потом он просто подписывал расписки. Он 100 тысяч видел всегда. И он участвовал. Да, только у вас здесь сумма не 100 тысяч, а на 3 миллиона расписка. Диман, что ты здесь начинаешь мне впирать вот сейчас вот про законы? Какие законы? Чепушила ты тупорылый. Я сюда пришел только потому, что мне... Еще одно слово с вашей стороны. Мне под стыд тут не суд. И у вас будет уголовное дело. Несмотря на то, что здесь не суд, здесь все решается с точки зрения закона. Я сюда пришел к авторитетному. Я авторитетный юрист. Авторитетный юрист, который должен решить проблему. Я принес тебе расписки. 2,5 миллиона. Вы что-то перепутали. Вы уверены вообще, что вы в то место-то пришли? Хорошо, ладно. Мне кажется, вам место в другом вообще месте. В каком месте? В другом. Там, где вы застряли в 90-х и откуда обычно из 90-х уезжали. Я в 90-х жил. У меня так сложилось по времени. А вы понимаете, что время-то изменилось? Нет? Люди изменились, общество изменилось. Ты что сразу переметнулся на... С этой бабой сидишь тоже с тупорылой и начинаете мне месте втирать? Мы здесь пришли, чтобы ты помогал, а не на меня на дело. Речь будет закончена. И заявление в полиции будет уже от меня по поводу вашей противоправной деятельности. Заявление не надо. Ладно, все, я понял. Хорошо, все. Куда вы с этим выросли, с комитета сворались? В суд. Сделать графологическую экспертизу. И что? И получить эти деньги. То, что вам экспертиза подтвердит... То, что ты, походу, не сильно понимаешь. Подтвердит подпись Григория, ну и что? Он сюда пришел. Все, он должен, и деньги. Что? Он должен вам деньги, если деньги действительно передавались. Деньги передавались, сто тысяч. Не передавались. Как не передавались. Передавались, просто мы ему, у меня не было одолжить, я у кого-то одолжил, ему в руки передал. Идите в суд. Останетесь вообще без всего. Ладно, я понял. Какие варианты? Сто тысяч берете, и все. На этом закрыли тему. Ладно. Но ты еще со мной. Ну что, Рома, берешь сто тысяч, иначе тебе сидит на норах. А вот если вы еще раз будете угрожать Евгению Николаевне... Да никто ее не угрожает. Кому она не знает. Вот еще раз вы появитесь, у вас точно будет уголовное тело. И их будет несколько. По нескольким статьям. Мы с тобой еще как-нибудь встретимся. Будет у тебя стучать. Сейчас стороны на сто тысяч договариваются и закрывают этот вопрос. Давайте сто тысяч рублей расписки сюда. Оригиналы. На расписки. На. Дом порвете. Все. Не рвите. В туалет вешать. Занимайтесь здоровыми. Можно, чтобы больше таких случаев не было. Бурачку привет передавай большую. Всего доброго. Александр, помогите, пожалуйста, сторонам выйти, чтобы не было конфликтов. Стороны договорились. Встреча здесь. Я оказался очень недоволен, потому что получил только сто тысяч. Ну ладно, договорились, чтобы не было никакого заявления в полиции. У меня проблемы. Я хорошо согласился на эти сто тысяч. Мой Гриша, на самом деле, мой муж Гриша очень серьезно болен. И поэтому я не позволю так подло и гадко этим пользоваться. Оказывается, можно развестись. Я думаю, не стоит нам обращаться в суде. Да, безусловно. Что ж вы в суде будете это белье полоскачать? Поделить имущество. Да какие 50 тысяч рублей? Я требую миллион. И остаться друзьями на всю жизнь. Дорогая моя, пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни. Учитесь договариваться. Мы не согласны. Мы не согласны. Мы не согласны. Это выгодно. Зачем вам суд? Мировое соглашение каждый будний день на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин